Добрый вечер телезрители, с вами программа репортера, я и ведущий Алексей Коноплев. Предлагаю провести вечер в компании нашей программы. Сегодня расскажу, чем жила Самара последние сутки. Было тревожно. С утра пораньше небо над безымянкой заволокло черным дымом, так что не стало видно солнца. Люди спасались бегством. Около девяти часов толпа рванула со стороны рынка в метро. Такую картину наблюдали проезжающие мимо горожане. Оказалось, что в одном из павильонов вспыхнул пожар. Огонь разгулялся так сильно, что за считанные минуты уничтожил дотла пять киосков. Все продавцы и посетители рынка уже успели отойти на безопасное расстояние. Пожарные расчеты быстро угомонили стихию, но вот продукты спасти не удалось. Получилось мясо со всеми вещами основательно прожарилось. Предположительно, возгорание началось в рыбном отделе. Скорее всего, там замкнуло проводку. Но в этом будут разбираться эксперты. А продавцам из сгоревших киосков временно придется найти другую работу. Молодой человек задержал шофера, который на его глазах сбил девушку и пытался поехать дальше. Он забрал у нарушителя ключи от машины и передал их сотрудникам полиции. Репортер пообщался с героем и узнал, отчего он пришел в ужас, когда открыл машину задержанного. Мужчина, который нервно курит одну за другой, несколько минут назад сбил человека. Водитель десятки несся по свободной улице. Советская армия не обратила внимания и пролетела на красный. В этот момент дорогу переходила девушка. Он ее снес, она перелетела через машину и упала. Я кое-как объехал ее. Он начал скрываться с места происшествия. Я его догнал, подрезал, забрал ключи, задержал. Сзади него сидел ребенок, не пристегнутый, весь в стекле, игрался со стеклом. Роман Осипов ехал позади. Десятки молодой человек вызвал пострадавшей скорую, а сам стал ждать сотрудников полиции. И все это время караулил нарушителя. Но пообщаться с задержанным ему не удалось. Владелец десятки не смог вымолвить ни слова. Мужчина был явно не трезв, что и позже подтвердила экспертиза. Ребенка, который сидел в машине нарушителя, забрали родственники. С его папой будет теперь отдельный разговор. И еще один несчастный случай. Парочка молодых людей лихо проехалась на мотоцикле. Да так, что угодила под КамАЗ. Водитель мчался по проспекту Кирова, отвлекся на свою подругу и влетел под большой грузовик. Пассажирке и мужчине за рулем чудом удалось выжить. На счастье молодых людей оба ехали в шлемах. На аварии тут же сбежалась толпа зевак. Приехали родственники пострадавших. Молодой человек смог выбраться сам. Пассажирку доставали из-под КамАЗа целой медицинской бригадой. Со слов водителя отвлекся и допустил наезд на стоящую в краю проезжей части автомашину, полуприцеп. Теперь молодые люди проведут как минимум месяц в больнице. А водитель припаркованного КамАЗа даже не подозревал, что пока он занимался своими делами, в его автомобиль врезался мотоцикл. Тут по-любому наезд на стоящую машину. Соответственно, надо быть повнимательнее к водителям. Чтобы не было никакого происшествия. Смотрите по сторонам и будьте внимательны. А я прощаюсь с вами. До завтра. Пока.